После того, как я узнал, что в магазин Squad будет новая поставка дек Santa Cruz, я очень обрадовался, потому что очень давно я хотел рассказать историю художника Джима Филлипса и, наверное, самого известного логотипа или арта, связанного с компанией Santa Cruz, Screaming Hand. Поэтому не приключайте ваши YouTube-каналы, сегодня будет рассказ про арты Джима Филлипса. Ну и Santa Cruz, конечно. Джим Филлипс родился в 1944 году в семье военного. В первые шесть лет семья активно переезжала по стране, на различных военных базах, пока, наконец, не осела в Южной Калифорнии. Сам Джим был не сказать, что каким-то суперобщительным пареньком, и главными его друзьями были карандаш, бумага и комиксы. Он сам любил вспоминать, как очень ждал, когда родители привезут каждый день новый номер газеты, чтобы открыть его на последней странице, где как раз и печатались комиксы, и начать их перерисовывать. Сначала просто перерисовывать, потом дорисовывать какие-то сюжеты, а потом придумывать и собственных персонажей, и какой-то собственный стиль. Поэтому уже в 18 лет он начал рисовать различные иллюстрации на серф-тему. Ну, все-таки это Южная Калифорния, побережье. Понятное дело, что серфинг — это была значительная часть культуры данного региона. И в различные серф-журналы он начал отправлять свои рисунки. Первый конкурс он выиграл как раз в 18 лет. Это был рисунок, на котором был изображен старый Вэн, который несется к побережью, а у него из багажника торчат два серфа. В принципе, это очень интересно и очень показательно для Джима Филлипса. Он редко когда рисовал что-то, что называется в лоб. То есть, если это какой-то серф-рисолог, то не обязательно там будет крутой серфингист, рассягающие волны. А если и будет крутой серфингист, то обязательно с каким-то таким небольшим твистом, с небольшой такой вот издевочкой. И за этот стиль, наверное, его и полюбили. Как образовался его логотип, который как раз к этой издевке имеет полное отношение? Как он сам говорит, мне было неинтересно просто рисовать каких-то бравых, накачанных серфингистов, которые рассекают волны на Калифорнийском побережье. Нет. Поэтому, если он рисовал этих самых бравых серфингистов, то вокруг серфинга он рисовал вокруг серфа. Он рисовал акул, который пытается его съесть. Либо руку, торчащую из воды, которая как бы принадлежит человеку, который тонет. История вот этой руки, которая начала все чаще и чаще появляться в его рисунках, сам Джим связывает с одним трагическим случаем. Он рассказал, что первый раз он увидел мертвого человека именно на побережье, на пляже Южной Калифорнии. Это был утонувший человек, и как сам Джим вспоминает, он был уже практически весь синий, покрытый какой-то слизью, из него сочились какие-то сопли, и я очень сильно запомнил его синюю руку. И поэтому для меня вот эта вот синяя рука, которая как бы сама кричит о помощи, стала одним из таких символов. И первое время я просто рисовал вот эту торчащую руку из воды, потом придумал, что она оторвана, так появилась вот именно оторванная рука. А потом еще он решил и дорисовать, что эта рука кричит. И после того, как этот имидж был уже полностью доработан, он и предложил его компании Santa Cruz. Вообще он очень тесно связан с этой компанией. Сам логотип компании Santa Cruz и шрифт, которым пишется Santa Cruz, придумал Джим Филлипс. Он придумал логотипы многих дочерних компаний Santa Cruz. Тот же самый известный мальтийский крест, который являлся долгое время логотипом компании Independent, Бэндон тоже придумал Джим Филлипс. Кроме того, кроме серфа, кроме различных скейт-дек и других дизайнов, он еще делал очень много афиш. Джимми Хендрикс, Дорс, Сайпресс Хилл, очень многие другие группы. Все эти группы были клиентами господина Филлипса. И если им нужна была яркая, интересная афиша, то обращались к нему. Вообще его арт действительно очень и очень запоминающийся, имеющий собственное лицо. В журнале Джекстапос это был один из главных иллюстраторов. Человек, у которого было большое количество выставок. Человек, который сделал собственные книжки. Человек, который жил иллюстрации, жил серфингов. Ну и продолжает это делать. Вообще интересно, да? Очень часто мы все-таки ассоциируем скейтбордические дизайны или дизайны серфа с более молодыми персонажами. Ну, тот же там Шон Стуси или какие-то дизайны, которые были выполнены в 90-х годах. А все это началось намного раньше. Сам Филлипс рассказывает, что Санта-Круз еще в 70-х годах говорили ему, что лучше всего будут продаваться такие картиночные персонажи. Персонажи, похожие на мультики. Персонажи, похожие на комиксы. Поэтому рисуй нам, пожалуйста, такие персонажи. Нам не нужны какие-то там девушки с цветами гавайские. Нам не нужны вот эти бравые качки. Нет, что-то такое вот психоделическое, что-то необычное. И этот скромный человек, Джин Филлипс, если посмотреть на его фотографии, ну, реально какой-то, знаете, такой ботаник сидит и что-то там у себя рисует. И вот такие дикие фантазийные картинки рождались из-под его пера. Джин Филлипс и сегодня продолжает сотрудничать с Санта-Круз. И многие деки, которые выходят, это либо переработки его старых дизайнов, либо какие-то новые дизайны. Но в любом случае, я думаю, что даже если вы не сильно увлечены скейтбордическим катанием, даже если вы не супер фанат Санта-Круз, прикоснуться к истории, получить деку с одним из его культовых рисунков, я думаю, это то, что нужно сделать. Особенно сейчас, когда все хотят быть моложе, моднее, ну, как я сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok